Аграрии Башкортостана закупили в этом году сельхозтехнику на 10 миллиардов рублей. Парк пополнили 2000 тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих, посевных машин и другого оборудования. Об этом сообщили в Минсельхозе Республики. Больше всего новой сельхозтехники появилось в хозяйствах Аургазинского, Дюртюлинского, Стерлитамакского, Мелиузовского районов. По данным аграрного ведомства, до 2030 года аграрии намерены приобрести еще 3000 тракторов, 1200 зерноуборочных и 250 кормоуборочных комбайнов. Это позволит проводить посевные работы за 8-10 дней, а обмолот зерновых в течение месяца. Напомню, в Башкортостане действует региональная программа обновления технического парка АПК. По ней аграриям возмещают до 50% затрат на покупку техники. За 5 лет с 2019 по 2023 год сельхозтоваропроизводителям Республики выплатили более 7 миллиардов рублей субсидий. Сельхозпредприятия Башкортостана экспортировали в Китай более 3000 тонн растительных кормов в первых числах ноября. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по республике. Так, Чешминский сахарный завод отгрузил свыше 1000 тонн свекловичного жома. Прямые поставки в Китай предприятие наладило в прошлом году. Раньше они осуществлялись через другой регион. Компания «Райф Сахар» отправила в Поднебесную более 2000 тонн растительного корма. Управлением Россельхознадзора по республике Башкортостан в начале ноября была досмотрена подкарантинная продукция жом свекловичная в количестве более 3000 тонн, экспортированная в Китайскую Народную Республику. Всего оформлено 150 фитосанитарных сертификатов. Продукция полностью прошла лабораторные исследования Башкирской испытательной лаборатории и соответствует требованиям страны-экспортера. По данным управления Россельхознадзора, всего с начала года аграрии республики поставили за рубеж 2500 партий растительного корма. Общий объем поставок составил 119 тысяч тонн. Число товаров с паркировкой продукт Башкортостана выросло в два раза за последние пять лет и перевалило за отметку в 30 тысяч. Об этом сообщили в региональном Минторге. Участниками проекта являются 823 республиканских предприятия. Из них 665 – это производители продуктов и 158 непродовольственных товаров. С начала этого года количество дипломантов увеличилось на 13%. Ранее республика вошла в топ-5 регионов по развитию своего товарного бренда. В целом эта динамика свидетельствует о том, что все больше и большее количество предприятий выбирают это взаимовыгранное сотрудничество с проектом с целью именно активного продвижения искусственной продукции и усиления своих позиций на рынке. Основная задача – это стимулирование производства, потребление продукции именно республиканских производителей, ну и создание для них более эффективной системы продвижения товаров. За 11 месяцев текущего года у нас 96 предприятий стали дипломантами. В Минторге отметили наличие знака «Продукт Башкортостана на упаковке». Говорит о том, что товар изготовлен из сырья, произведенного в республике. Он соответствует требованиям к качеству и безопасности продукции. На сегодня 326 участников проекта поставляют свои товары в другие регионы. Экспортерами являются 35 дипломантов. Птицеводческий комплекс Башкортостана повысил объемы выработки участка вакуумной упаковке на 25% до 40 тонн без привлечения дополнительных рабочих рук и крупных инвестиций. Этого удалось достичь благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». В ближайшее время руководство компании «Союзпромптица» планирует тиражировать полученный опыт на все производственные процессы. Предполагается, что это позволит обеспечить растущий спрос торговых сетей на мясо индейки. Сейчас на предприятии реализуется инвестиционный проект по строительству 9 новых птичников, элеватора на 25 тысяч тонн зерна и реконструкции комбикормового завода. Для расширения ассортимента продукции закупили новое оборудование. Дополнительные мощности увеличат объемы производства мяса. Упаковка продукции без найма дополнительного персонала позволит экономить более 2 миллионов рублей в год. Данный проект осуществляется в рамках другого крупного масштабного инвестиционного проекта по удвоению производства мяса индейки на территории Республики Башкортостан. Мы планируем к 28 году увеличить производство мяса индейки до 72 тысяч тонн. Акционерами принята стратегия развития предприятия на ближайшие 5 лет. И в рамках данной стратегии мы двигаемся. На сегодня птицеводческий комплекс поставляет свою продукцию более чем в 20 регионов России, а также в страны СНГ и дальнего зарубежья. В Башкортостане она представлена в 618 точках сетевого ритейла. Власти Башкортостана разработали механизм, по которому садовые и дачные товарищества могут быть включены в границы города или села, а также стать самостоятельным населенным пунктом. Соответствующий проект постановления подготовил Минстрой. Условия включают 12 пунктов, которые должны соблюдаться одновременно. К примеру, СНТ должно иметь общую границу с населенным пунктом, к которому планируют присоединиться. Но его площадь не должна быть больше. Кроме того, всеземельные участки садоводства должны быть внесены в ЕГРН. Если садовое или дачное товарищество хочет стать отдельным населенным пунктом, к нему предъявят дополнительные требования. Жильцы не менее 80% домов должны в них зарегистрироваться. У населенного пункта должен быть свой бюджет с достаточными источниками пополнения. Отмечу поправки в федеральное законодательство, которые дают право садовым и дачным поселкам становиться самостоятельными населенными пунктами, вступили в силу в 2022 году. В Росреестре ранее разъяснили, что при включении СНТ в состав села у жильцов могут снизиться платежи за коммуналку, при этом вырастет земельный налог. В Уфе готовится к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По предварительным данным, в нем примут участие более 3,5 тысяч представителей бизнеса и науки, руководителей министерств, глав регионов России и Казахстана. Форум проводится для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. В этом году деловая программа будет посвящена реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных связей и промышленной кооперации. В рамках форума организуют экспозицию крупногабаритной машиностроительной техники. Также пройдут B2B-встречи для предпринимателей и руководителей предприятий. Они смогут познакомиться с потенциальными деловыми партнерами и условиями ведения бизнеса в Башкортостане. Одним из главных культурных мероприятий станет показ мод лучших дизайнеров двух стран. Они представят линейки одежды в национальном и современном дизайне. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РПК.